Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект Общественной палаты Одинцовского района и ОТВ. Мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8 495 508 86 84. У нас в гостях сегодня Елена Пешехонова и Андрей Глазунов. Это представители комиссии Общественной палаты по ЖКХ, Дорожному хозяйству, транспорту, строительству и связи. На самом деле комиссия занимается многими делами, но сегодня речь пойдет о ремонте подъездов. Дорогие гости, прежде чем перейти к обсуждению, я предлагаю посмотреть сюжет. Внимание на экран. В этом году в Одинцовском районе по программе губернатора Московской области должны быть приведены в порядок более 1200 подъездов. Ремонт, как правило, включает в себя обновление входных групп, штукатурку и покраску стен, замену полов, дверей и светильников. Все, что мы делаем в домах, во дворах, мы, конечно, должны, прежде всего, согласовывать и потом с жителями, и потом еще и сами работы принимать обязательно с теми, кто здесь живет. Ремонтные работы в подъездах должны были быть завершены до начала отопительного сезона. Но в одной из пятиэтажек на улице Бирюзова до сих пор стоит стремянка. Кажется, работы еще продолжаются. Полы почему-то решили не менять. Места, где откололась плитка, просто залили бетоном, а стены украсили непонятными фигурами. Ремонт подъездов – дело хорошее и нужное, уверены жильцы дома. Но только тогда, когда делается он не для галочки, а по всем правилам. Ну вот сейчас мы только с вами видели ремонт в пятиэтажке на улице Бирюзова. Вот как оцениваете строительные работы, как ремонтники отработали? Андрей, Елена, вашим профессиональным взглядом оцените. Есть моменты, конечно, что-то не согласовано было. Контроль, может, какой-то упустили, скорее всего. Но я думаю, должны разобраться как-то с этим, поправиться. Вот на самом деле у людей возникает много вопросов. А вообще, что в эту программу входит? На что жители имеют право? Какие работы обязаны строители выполнить? Вот перечень работы. Он наверняка есть, утвержден, что туда должно войти. Елена, подскажите нам. Во-первых, эта программа носит все-таки заявительный характер. Мы из сюжета не увидели того, что все-таки представители многоквартирного дома о том, что они приняли эти работы. Мы из сюжета это не поняли. Для участия в этой программе необходимо провести общее собрание собственников помещения многоквартирного дома и принять решение о обязательном софинансировании работ по ремонту подъездов. Это главное условие, необходимое для участия в этой программе. Если, например, жители ничего не платили, то это получается просто текущий ремонт плановой управляющей компании, правильно? Да, это не в программе, значит. Ну, возможно, возможно. Возможно так. Это нужно именно с представителями, наверное, все-таки дома, управляющей компании. Ну, в данном случае жильцы не придираются. Работа действительно выполнена некачественно? Ну, у нас по программе же губернаторская программа. Там же условия специальные. 5% обязаны жильцы внести обязательно. Собрать, как вот сказала Елена, обязательно собрание жильцов многоквартирного дома. Только после этого согласовать все моменты и через управляющую компанию и с моим председатом попасть в эту программу. Ну, собрали, согласовали, в программе решили участвовать и денег, собственно, не жалко. А на какие работы можно рассчитывать? Работы эти тоже все согласованы и оговорены. Они все размещены на доступных сервисах и Доброделы, и мой подъезд именно к этой программе. Именно особенности программы прям перечень выполняемых работ. Он, в принципе, тут состоит из разделов, так сказать, 30 почти пунктов. Туда входит и ремонт входных групп, как было озвучено, ремонт полос с восстановлением плиточного покрытия, также ремонт стен и потолков, замена осветительных приборов, монтаж коробов, ремонт замены клапанов мусоропровода, ремонт оппонных блоков. Вот эти все перечень выполняемых работ по этой данной программе должен быть согласован всеми собственниками жилья. Он в протоколе должен быть отражен. Объем этих работ, что хотят видеть жильцы. Разговаривали с коммунальщиками. Вот давайте начнем с другого. Жильцы участвуют в ремонте подъездов, выбирают цвет, в какой-то степени выбирают материалы. Действительно ли это настолько необходимо? Коммунальщики говорят, на самом деле времени занимает очень много именно согласования. Одна квартира хочет розовый цвет, другая — голубой. Да, да, сейчас секундочку. У нас по программе, опять же, губернация озвучена, что будет специально создан журнал, который будет утвержден чуть позже. Макеты уже примерные, и будет предлагаться, чтобы быстрее... Из чего выбрать? Да, это пока только начали, программа началась. Поэтому чуть позже, я думаю, будет журнал специальный с предложениями, какие цвета, какие светильники, форма какой, какая плитка. Оптимально, чтобы попасть в определенную сумму, потому что у нас заложена сумма. Если в сумму не вписываемся, то, значит, придется заплатить чуть больше, правильно? Или же надо уложиться в эту сумму по программе губернации, или же по, опять же, собранию жильцов нужно как-то это все опять согласовать. И, ну, как обычно у нас это не происходит чуть-чуть. Да, думаю, что это верно будет создать такой журнал, потому что уже как бы программа новая, есть, как сказать, и практика, и теория, и, конечно, результат. Типовые будут журналы, предложения. Да, типовые, которые, в принципе, полет фантазии немножко ограничится. Да, и так раз, который устоял, так сказать, не откалывается. Быстрее будет, да. Елена, если возвращаться к вот этому перечню, может ли он быть расширен по желанию жильцов? Вот хочет совет дома себе люстру хрустальную повесить. Возможно ли это? Возможно. Возможно выйти за рамки этих 5%, которые предусмотрены от софинансирования собственников жилья. Возможно. Но за свой счет. То есть придется заплатить. А перед видеонаблюдением также установить, хотите хрустальную люстру, пожалуйста. Все, что угодно. Все, что угодно, да, за ваши деньги. Перечень также утверждают жильцы или нет? Только жильцами. Только жильцы, да. Так как и акт приемки работ. Только так. Да, они участвуют в акте приемки работ. Это все, что вот именно эта программа, особенность также, одна из особенностей этой программы, то, что это гарантированный результат и общественный контроль. Каждый житель, принимая все-таки участие в данной программе, самостоятельное решение об объеме работ, принимает в сроках их выполнения стоимость ремонта подъезда и также принимает участие в приемке выполненных работ. Это обязательно. То есть, в принципе, можно ход ремонтных работ контролировать от этого, вплоть до того, что стоять надо строителем и говорить, как ему красить. Ну, может быть... Ну, вначале было сказано, что у нас вообще в приоритете те дома, те подъезды, где будут сроки хорошие, где порядок будет. Только там, где у нас действительно порядок. Есть совет дома, есть председатель настоящий, который работает над этим. То есть он собирает. Там, как вот было сказано, там 3-5 человек собрались, и что, все? Нет. Это не советует обязательный. Нужно 51% к воруму собрать, чтобы собрание было действительно... Только там будет порядок, поэтому... Ну, я думаю, только началось, разгоняемся. Я думаю, у нас впереди еще время есть, 18-й год. Думаю, наладится все. Но тут самое главное понимать, что участие в программе носит заявительный характер. То есть сами коммунальщики вряд ли догадаются о том, что жильцы хотят принять участие в ней, правильно? Ну, да, получать информацию, наверное, да. Мы в заседаниях общественной палаты уже озвучили тот момент, что нужно заняться обязательно с управлением компанией, поработать такую систему, выявить, где действительно нету старшего дома и наладить это, чтобы обязательно был. Пока вот этот порядок весь не настроится, конечно, будут вот такие инциденты, что там плитку не положили, контроля нет никакого. Поэтому все, конечно. А вообще вот есть какая-то информация о том, насколько активны наши жильцы, как много советов домов в Одинцовском районе существует? Вот даже по обращению в общественную палату, наверное, можно судить об активности людей? Ну, сегодня вот я поднимал всю эту статистику. На самом деле, честно скажу, нету ни одного обращения. Было один раз обращение в этой же программе у вас, но почему-то обратная связь опять. Там бабушка как-то звонила, ну, телефончик не оставила свой. Единственный раз. Все, у нас нету. То есть у нас, в принципе, порядок, наверное, потенциал. Все хорошо, в общем-то, жалоб не поступало. Вот на самом деле, то, что мы увидели на Березово, сегодня на странице ВКонтакте «Мой подъезд», да, вот эта самая программа, были похожие фотографии из дома на улице Жукова. Если предположить, что это текущий ремонт, который делала управляющая компания, в такой ситуации жильцам что делать, куда жаловаться? Наверняка вот подписывается ли акт приемки в данной ситуации? Ну, у нас все равно есть жильцы, даже один человек может из дома, даже если нет собрания никакого, из старшего дома, один жилец более активный может написать обращение, там заявление, формы заявления у нас на сайте все есть. К вам в общественную палату? Может, к нам. А может в управляющую компанию обратиться непосредственно, что вот вызвать комиссию с управляющей компанией, которая могла бы оценить порядок? С фотографиями, пускай он в заявление приложит, с фотографией, почему? Ну, только коротко, чтобы по факту, не надо там очень подробно всего. Фотографии приложил и заявление. Когда начался ремонт и чем закончился? Обязательно это заявление нужно там или по почте с уведомлением, что очень важно, или же лично принести, чтобы его зарегистрировали обязательно. Не просто так принес, бросил, там почтовый ящик обычным письмом нет, так не надо. Нужно уделить время, хочешь не хочешь придется этим заниматься. На добродел также наверняка тоже можно написать. Да, 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 именно эта программа «Мой подъезд», она контроль ведет на доброделе очень активный. И там вплоть до того, что в ходе выполнения даже участников этой программы жители, инициативные жители, неравнодушные жители данных подъездов могут спокойно прислать, пока проходит эта программа «Мой ремонт» в их подъезде, могут фотографии отправлять на добродел. Все должно дойти. Ну, насколько я понимаю, даже кое-где ведется видеотрансляция, можно наблюдать, как ведется ремонт. Ресурс это позволяет, да, предусмотрен такой. Такое это надо делать у нас тоже. Это условия программы, губернаторская, опять же, там сказано в тексте программы. Обязательно, чтобы люди контролировали, выкладывали ход работ, и после работы, если обязательно выкладывали в соцсетях, как это все делается, доброделы те же. На сайтах общественной палаты, вплоть, может, даже есть специальный сайт, вот где у нас это, меняем подъезды.ру, есть такой сайт. Вконтакте, вот там также активно люди выкладывают фотографии. Да, и обязательно, чтобы обратная связь работала, обязательно. Просто это так не делается же, конечно, надо повнимательней. И опять же у нас, вот сейчас разговариваем про собрание, про все. У нас, к сожалению, люди как-то не очень сплоченно этим занимаются. Мы как будто плодим не сплоченных людей, а жалобщиков каких-то жалуются, и все. Может, ничего не умеют. Ну, пожалуйста, сами в доме соберите собрание. Ну и тоже, и как жалуются? Они же не на добродел, пишут. Они на кухне за столом собираются и говорят, что ничего не работает. Да, ну, надо сплоченный в своем доме, надо порядок в своем доме, пока этого не будет. Я вижу, что это все начинается. Раньше, помните, не было никаких советов дома. Старших не было, никого не было. Сейчас потихонечку это все в перспективе, все, я думаю, наладится. И будет, я думаю, все нормально с этим. Все, колея появится, и по ним же можно будет. Это самое главное. Соседи должны дружить. Это самое главное, да. И хотя бы знать друг друга. Жаловаться научили, я больше ничего. Поэтому нужно начинать именно с воспитания. Ну, а как вы думаете, что может людей заставить вот эту инертность побороть, в совет дома организоваться и начать каким-то образом действовать, а не только где-то на кухне жаловаться? Один нужен какой-то, все-таки старший какой-то в доме, конечно. И он, конечно, не просто так, я вот собрал всех, как-то их собрал, ну, объявление какое-то повесить там. У нас доска информации есть. Опять же, там, может быть, квитанция рассылается у нас с управляющими компаниями, или расчетным центром. Может быть, там какую-то рекламку, они там сзади, там другие совсем рекламы распечатывают. Пожалуйста, крупный шрифт, там в рамочке какой-то яркой, что в нашем доме нужно срочно организовать какой-то совет дома. И причины какие-то, для чего это нужно. Доходчиво. Проблемы, что, естественно, существует там, например, мусоропроводы, проблемы, либо входных дверей с пожарной лестницей. Вот тему даже, хотите хороший подъезд, вы жалуетесь, пожалуйста, давайте соберемся и все это сделаем. Обдумаем. Обдумаем. Все решения сложившейся проблемы. Только так, только так. А то вот там на Бирюзовой, конечно, кто принимал? И принимали. Елена спрашивает, кто принимал? Да, ну пока как бы даже и старший по дому, либо же кто-то из руководителей многоквартирного дома, избранный жителями, как бы мы не услышали, что он заинтересован в решении этого вопроса. Пока сами граждане не будут заинтересованы, конечно, сложно говорить. Никто не придет в их подъезд и не скажет, да, здесь беспорядок, давайте я вам помогу и разрешу. Нужно, конечно, и в правовом поле, и стараться как-то это самостоятельными тоже силами организовывать. Я напоминаю, что мы работаем в режиме прямого эфира. Если вы хотите рассказать о том, как ремонт сделали в вашем подъезде, звоните 8495-508-86-84. Но хочется сказать, что не везде ремонт сделан так, как на Бирюзовой есть и другие положительные примеры. Вот, например, Новоивановская, дом 3. Давайте посмотрим, как сделали ремонт там. Подъезды в многоквартирных домах Одинцовского района продолжают приводить в порядок. Работы проходят в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» поэтапно. Не так давно очередь дошла и до дома номер 3 по улице Мичурина в Новоивановском. Проблем было много. У нас с подъездом, во-первых, электропроводка у нас была негодная, почтовые ящики. Всё это мы сейчас заменили. Ну, естественно, грязные стены у нас были. Всё это заменено, покрашено. Так что жители дома довольны. Новоивановская – это один из лидеров Одинцовского района по реализации губернаторской программы. До сих пор работы по ремонту подъездов выполнялись быстро и чётко. Осуществлялся ремонт, красились стены, потолки, перилы. Были заменены короба по всем этажам. Работы мы осуществляли собственными силами, без привлечения сторонних организаций. Валентина Владимировна – местная жительница. По словам женщины, в последний раз строение 78-го года ремонтировалось очень давно. Очень давно производился ремонт. Лестничные клетки, ну, примерно лет 12 красились тому назад. А какое-то сезонное обновление по хотя бы краске в подъезде происходило? Нет, не происходило. В плане региональных властей до конца года привести в порядок 32 тысячи подъездов. Причём виды и объёмы работ согласовывают с местными жителями. Главная особенность данной программы, чем она интересна и управляющим компаниям, и, соответственно, собственникам, это долевое участие местных муниципалитетов, области, ну и, соответственно, управляющей компанией. Вот в этом сюжете представитель управляющей компании подчеркнул, что ремонт мы делали своими силами. Но я так понимаю, что не везде происходит таким образом. Иногда какие-то подрядные организации участвуют в ремонте. Вот каким образом определяется, кто будет выполнять ремонт? Ну, у нас управляющая компания выбирает по каким критериям. Чтобы организация подрядная, во-первых, определённое время занималась именно этой деятельностью, чтобы у них не было задолженности, допустим, перед налоговой, чтобы они не стояли в реестре, там, банкротство, чтобы они, в общем, как сказать, были, просто на роде сказали, белые и пушистые. Это для начала. Ну и, конечно, критерии, там, нужно опять согласовывать это. С жителями? С жителями, это обязательно. То есть согласны ли они на эту компанию? Да, согласны, не согласны. Ну, проверять нужно, в общем, компанию. Так, вообще, конечно, управляющая компания их выбирает. А вот предпочтительнее, с вашей точки зрения, какой вариант? Подрядная организация или своими силами выполнить ремонтную работу? Ну, я так понимаю, своими силами, например, по Одинцову едва ли справишься, потому что домов много. Да, конечно, конечно. Я думаю, это разницы большой не имеет. Если бы хорошо подобрали, сколосовали, пусть работают подрядчики, хоть суп подрядчики там и так далее. То есть, если управляющая компания ответственна, она и своими силами хорошо сделает, и подрядную организацию хорошая. Аправляющая компания должна контролировать это просто, в первую очередь, она. 8-495-508-86-84. Это наш номер телефона. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Любовь Стасимовна. Очень приятно. В вашем подъезде сделали ремонт. В вашем подъезде уже 35 лет. Нашему дому ни разу не делали ремонт. А где вы живете? Где ваш дом находится? В Дальне 17, первый подъезд. Сказали, что даже на 18-й год и нас не вписали. А вы живете как бомжатники. Спасибо большое за обращение. Но я так понимаю, что для того, чтобы принять в региональной программе участия, должно быть заявление самих жильцов. А вот для того, чтобы коммунальщики обратили внимание, и управляющая компания включила в плановый ремонт список, что нужно сделать жильцам? Все то же самое? То же самое мы уже разговаривали. Входить в управляющую компанию требуется. Собрание нужно собрать сначала для начала. Собрание, да, обратиться. Также есть там регламент, что по каким годам, сколько в течение каких лет собранные средства можно потратить именно на капитальный ремонт, либо на текущий ремонт. Это все с управляющей компанией. Ну вот не собирается совет дома. Не могу я вокруг себя никого организовать, но ремонт там не хочется сделать. Я могу ходить единолично в управляющую компанию. Могу ли я таким образом? А это не освобождает управляющую компанию от текущего ремонта просто. Без программы они обязаны текущий ремонт. Содержание дома важно. А вот что в этот текущий ремонт входит? В текущий ремонт то же самое. Косметические работы, короба проводки обязательно уложить тоже нужно. Остекление восстановить, чтобы в холодное время года, чтобы температура была соответствующая. Оно то же самое. Двери обязательно должны стоять. Это центральная, и тамбурная дверь должна стоять обязательно. То есть оно мало чем отличается. То есть управляющие компании не освобождаются от введения текущего ремонта. Ремонта, которые по законодательству у нас обязаны производить в течение 5 лет. Там где-то 3-5, 7 лет это допускается. То есть то же самое. Жалуемся, обращаемся к нам. Все те же самые инстанции. Добродел, общественная палата, много других контрольных органов. Да, если управляющая компания не реагирует, соответственно, у нас есть государственная жилищная инспекция. Туда, пожалуйста, тоже обращаемся. И уже будут выезжать инспекторы с ГЖИ и будут наказывать виновных. А какие санкции? Ну, административные в первую очередь. А, конечно, обяжут в любом случае, все равно ГЖИ и обяжут. Там же вплоть до лишения лицензии может такой дойти. Я думаю, что управляющая компания едва ли хочет лишиться. Лицензии 8495 508 86 84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Галина Николаевна. Очень приятно. Вы хотите поделиться вашими впечатлениями от ремонта или наоборот, ремонт требует ваш подъезд? Вы знаете, я хочу поделиться впечатлениями. У нас ремонт в подъезде, это в Голицыно, Западный проспект, начался ровно неделю назад. Но самое интересное, что три дня назад у нас отключили Ростелеком, интернет, телевидение. Телефон не работает. Когда стали у строителей спрашивать, они сказали, что это электрики пришли, все обрезали в подъезде и так оставили. И это все во всем доме. Я так поняла, не только в нашем доме. А ремонт у вас делается в рамках той самой губернаторской программы или это текущий ремонт управляющей компании? Я думаю, что это текущий ремонт управляющей компании, потому что на подъезде было написано, что управляющая компания ЖЭО номер один предупреждает о том, что в подъезде будет ремонт и чтобы, соответственно, приготовить. Адрес какой-то у меня. Адрес еще раз, пожалуйста, свой назовите, пожалуйста, Голицыно. Голицыно, западный проспект. Дом? Дом 4. Дом 4. Спасибо большое. Да, я сегодня прошлась, и во всех подъездах такая вот картина. Все то же самое, ничего не работает. Спасибо за звонок. Взяли на вооружение представители общественной палаты, работу наших управляющих компаний. Все-таки вот такие обращения иногда бывают. Они регулярные, в принципе. Что будете с ним делать дальше? Алгоритм действия какого? Ну, то есть у нас, получается, Галина Николаевна обращалась, если не обращалась, может быть, для начала ей самой обратиться лично в управляющую компанию. Если вдруг нет, конечно, мы в любом случае отреагируем и попросим, почему так происходит в управляющей компании. Елена, если возвращаться к региональной программе, а возможно ли, перерезали кабель, а ничего не работает, возможно ли сменить организацию, которая делает ремонт в подъезде? Интересный вопрос. Ну, тут надо еще выяснить причину, почему они перерезали, не предупредили об этом жителе, и имелась ли действительно такая необходимость в этом, или это просто какой-то, так сказать, бригадный недосмотр был. В принципе, если не будут устраивать, вот именно к нашей региональной программе, да, то, что относится к региональной программе, да, то, что вот мой подъезд, да, здесь, в принципе, все-таки контроль гарантирован, общественный контроль, и контроль, все-таки, я повторюсь, самих жителей. Я думаю, что при первых появлениях вот таких вот жалоб, фотографий с некачественным ремонтом, даже в текущий период, пока выполняется ремонт, я думаю, что реакция от губернатора будет, в принципе, незамедлительной. Если это потребует, то, в принципе, сменят и бригаду, чтобы не было жалоб, потому что все-таки эта программа рассчитана именно на гарантированный результат, что тот самый стандарт, разработанный государством, позволит гражданам быть уверены в том, что расходы будут все-таки носить целевой характер, не уходить мимо. Андрей, насколько я понимаю, тут еще и управляющая компания, и, собственно, организация рискует финансово, потому что, если ремонт сделан плохо, то, соответственно, акт приемки жителей не подписывают, и деньги они не получают. Правильно или нет? Правильно, конечно, правильно. Должны исправлять, будут свои там ошибки, недоделки какие-то. Только потом, когда подпишется акт, только после подписания акта начинаются выплаты какие-то. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алексей, скажите, пожалуйста, вот на Баршала-Жукова, где Мечта, 38-36. Баршала-Жукова, 36. Сделали полы, краски покрасили, хотя бумагам говорят, что там полы здесь квиткой сделаны. Говорят, что полы в целях пожарной безопасности. Хотя плитка же не горит, а краска горит. Почему это? А пробовали куда-нибудь жаловаться или строителям непосредственно вопросы? Вот сейчас, первый раз. Просто краска уже там лопает все, начинает. А по бумагам там, как я слышал, написано, что все сделано плиткой. А ремонт уже полностью завершен, правильно? Да. То есть акт приемки, скорее всего, подписан? Ну, я не знаю точно, но это же... А совет дома есть у вас? Не знаю. Я там не живу, но я хожу туда в гости, и мне даже не приятно ходить. Понятно. Спасибо большое за вопрос. Елена Андрея, как прокомментируете? Опять же, почему подписан акт? Да, мне компания, точнее, это гражданское правовое отношение. Есть все-таки... Если они... Я не поняла, просто единственное, что участники ли они программы «Мой подъезд». Если они все-таки участники программы «Мой подъезд», то если они все-таки в смете закладывали полы плиткой, то все-таки должны быть полы плиткой, потому что из этого расчета исходила та сумма, которую они должны были, в принципе, в эти 5% уложиться. Ну, в общем-то, это стандартная норма полы, плиточное покрытие полов. Видимо, наверное, да. Стандартная, конечно. Какая краска? Да, тут как бы непонятно, о чем идет речь. Но, в принципе, акт приемки работ выполненных также должен обязательно... И этот протокол, который позволяет участвовать в этой программе, он разработан специально, он доступен в нашем доброделии, в других, вот, «Мой подъезд», в том числе, в таких сайтах, там прям вся форма, что должно общее собрание многоквартирного дома предусматривать, какие вопросы поставить на совете дома. В принципе, если они все будут утверждены советом дома, то, в принципе, в таких вопросах по приемке возникать не должно у жителей. Я так понимаю, наверное, Алексей просто не совсем владеет информацией, так как гость просто приехал, гость погостить. Поэтому нужно, если акт подписан, кто подписывал его? Надо выяснять, каким образом... Ну, опять же, вопросы к управляющей компании будут, в любом случае. Опять же, вот Елена сказала чуть раньше, программа губернаторская, там... Да, с точки зрения пожарной безопасности, это, наверное, действительно не очень хорошо, когда краски напалут, горючий действительно материал, и в случае, не дай бог чего, пути эвакуации... Ну, она и служит, и сколько будет, она сейчас все отлетит и там сотрется. И даново можно покрасить. Конечно. На самом деле, подъездов в этом году отремонтировано много. Наверное, не везде ремонт сделан идеально, но, бесспорно, стало лучше. И здесь уже возникает другая проблема. А какая, давайте узнаем, посмотрев сюжет. Ваня любит Машу, а Костян вообще нехороший человек. На стенах Одинцовских подъездов иногда можно изучить подробности чьей-то личной жизни или, например, узнать о счете последнего футбольного матча. Труды коммунальщиков не в почете. Оставить свой след в истории на свежезакрашенной поверхности некоторые молодые люди считают своей обязанностью. Я бы попросил родителей, все взрослое население обращать на это внимание. И вот такие акты вандализма тоже пресекать. Все-таки это дом, в котором все живут. Если наши дети будут так себя вести на личных пролетах, то нам не хватит никаких денег, никаких программ, ни ремонтов подъездов, ни капремонтов, чтобы с этим бороться. При этом каждый день красить подъезды. Проходит месяц-другой после ремонта, и на стенах так или иначе появляются подобные, похожие следы. Ну, в общем, люди оживут, жизнь бурлит, все очень хорошо и интересно. Как бороться с любителями отразить свое душевное состояние на стенах дома? Бороться – это бороться. Устанавливать, наверное, видеонаблюдение. Я склонюсь, наверное, к этому. Если вот так вот именно ставить вопросы именно о борьбе. А так, конечно, наверное, все-таки нужно начинать с каждой, должен начать с себя, понимать, что все-таки в этом подъезде действительно ты живешь, чтобы поддерживать порядок, чтобы сохранить этот ремонт, если действительно он был нужен. Андрей Роберт уже сказал, что нужно. Обратился к родителям, в первую очередь. Это же дети, скорее всего, занимаются этим. Подростки наверняка. Да, подростки. Поэтому это воспитание в семье. Родители обязательно должны как-то обратить внимание на это. Пока этого не будет, так и будет художеством этим заниматься все. Ну и, наверное, родители, в первую очередь, должны помнить о том, что неизвестно, когда в следующий раз будет ремонт в доме, а надписи-то, вот надписи, в отличие от краски на полу, будут держаться очень и очень долго. Спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию, за то, что рассказали про тонкости программы. Надеюсь, что телезрители разберутся в этом. Ну и в любом случае хочется, чтобы порядок был в подъездах, в домах, независимо от того, какие программы действуют. Если вдруг что-то не устраивает, самое главное, не стесняться, идти и жаловаться, и требовать того, что положено нам с вами по закону. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся скоро на канале ОТВ. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»